Всем добрый вечер. Очень долго думала, что бы в свой влог вам сегодня вставить, что интересненько, потому что мы пропали. Снимать вообще, конечно же, я ничего не снимала, настолько себя плохо чувствовала, вы не представляете. Просто сегодня встала утром и обнаружила, что голова не болит. Это уже сегодня, по-моему, седьмой день у меня. В общем, более или менее провела его на ногах. Вчера еще ездила к врачу, возила Никосику, сейчас вам подробнее все расскажу. Немного там у врача поснимала, вспомнила. Вставлю вам обязательно. Если бы сейчас не начала рассказывать, я бы даже про это забыла. Вставлю вам мое утро. Особо не обращайте внимания на мой вид, потому что это столько дней после болезни, я вообще не кокущая. Поэтому сейчас посмотрите, как началось мое утро сегодняшнее. Посмотрите про больницу. Повезла, расскажу сейчас, почему повезла больницу Николь. Потому как Николь переносила из всех нас, ей было хуже всех. У нее вообще очень сильная была рвота, очень высокая температура, головокружение. И вплоть до того, что она говорит, как я встаю, у меня все время мушки в глазах. Несколько раз она у нас чуть в обморок не падала. Поэтому, естественно, как только я поняла, что я смогу сесть за руль, я записала ее в педиатрию. И мы поехали сдавать кровь. Я просто хотела, чтобы послушали легкие и сдать кровь. Конечно, если бы была ситуация какая-то критическая, если бы я заметила, что нужно срочно, мы бы вызвали скорую. Но так я видела, что, в принципе, это вирус. Вирус просто очень тяжелый. Я, в принципе, мама в этом плане опытная. Меня сложно простудой или гриппом напугать. Но тут, конечно, было уже всем так плохо, что просто нет слов. Мы сделали, говорю, 4 теста до поликлиники. И приехали с Николь. И сразу же там нам сделали первым делом на флю тест и на ковид. Это оказалось не ковид и не флю. Вообще непонятно, что это за вирус. Но, тем не менее, вирусная этиология у нас, и болезни это точно. Потому что им очень не понравились Никины анализы. Ей взяли кровь. Очень низкое количество лейкоцитов. Они прям там вообще запаниковали. И записали нас на сегодня снова. И снова сегодня нам надо было ее отвезти, сдать кровь. Но сегодня они посмотрели ее в динамике и сказали, что вроде как количество лейкоцитов начинает увеличиваться. То есть она идет на поправку, и вроде как анализы выправляются тоже. Но, тем не менее, пятницу нам снова ехать сдавать кровь. Я думаю, они теперь с нее не слезут. Плюс мы не делали чекап уже больше года у Николь. Я говорила, что я вообще ее к врачу собираюсь отвезти. Поэтому как-то все совпало. И в пятницу мы снова идем сдавать кровь и уже на чекап. Слушайте, я этот концерт слушаю уже минут сорок. А так хочется спать. Это знаете кто? Это дядя удолбит к нам в дом. Прям в стену. Ну, такой скромный. Замолчал сразу. Мас бы раньше камеру включить. И еще раз. Перерывы что-то удлинились. Такое мне доброе утро. Но оно на самом деле очень доброе. Потому что я могу дышать, слышать. И вообще у меня, кажется, не болит голова. Впервые за эти сколько там? Четыре-пять дней. Я уже сбилась со счет. Это такой кайф. Никоська вчера еще ночью была с высокой температурой. Сейчас пойду ее проверю. Я сегодня ночью практически не спала. Не могла уснуть. Тоже голова болела. И вот, пожалуйста, выпила наночный мисулит. И только тогда меня отпустило. И тут с утра, пожалуйста, все спят. А у меня здесь такие концерты. Сразу замолчала. Я всего два раза повторилась, как я камеру взяла. То не прекращалось. Они вдвоем с двух сторон. Ну, ты посмотри, тишина, тишина, благодать. Улетели, что ли? Блогеры всех разжугают. Камеру все боятся. Даже дятлы. Мы будем тогда дальше спать. Всем привет. Сейчас у нас 6 часов вечера. Кажется, суббота. Я уже не знаю. Мы приехали в педиатрикс. А слушай, это я... Никусю записали к врачу. Вот. Ее врач был самый доступный из всех. Поэтому мы решили сводить хотя бы ее. Но уже потом по аналогии лечиться всем остальным. Так как дома мы уже сделали 4 теста. Все они отрицательные. Я вообще не понимаю, что с нами творится. Никуша, закрывай дверь. Воды будешь брать? Я не понимаю, что с нами творится, если честно. Да, блин. И поэтому решила все-таки сводить ее к врачу. Потому что у нее самые сильные симптомы. У нее сегодня уже 6 день. Кружится голова. Тоже болит сердце, как у нас с Евой. Но у нее высокая очень... Но у нее из всех из нас была самая высокая температура. У нее всегда держалось 39, с лишним 3, 39,4. И падало максимум до 38. И снова опять вверх. И так 5 суток. Вот. Поэтому сейчас мне пугает ее головокружение. Вес то, что она потеряла. Она сейчас 46 килограмм. 4 килограмма. Мы так 3,5 скинули. Ну, в общем, идем к врачу. В этом боксе сидят детки, которые чувствуют себя хорошо. Я прислала. А мы будем сидеть здесь. Не надо. Мы не любим уже сниматься. Это тебе не Макар, который позирует, да, мамочка? Нам дали комнату. Никого уже нет. Тишина. Такая здоровая больничка. И мы в ней практически одни. Сказали сейчас вернуться. И мы узнаем, что нам скажут. Да, Никусичка? У нас в Нике сегодня температуры уже не было. Ночью, по-моему, да, 37 было? Кашель. Заложенный нос. Короче. Все знаем. Она так на нас странно посмотрела. Типа, что-то так приперлись. Знала бы она, как нам было плохо, да, дочь? Все эти дни. Сейчас уже сам на себя смотришь и не веришь, что ты чуть не помер. Спасибо доброму людям. Все, кто нас поддерживал в Инстаграме, писали сообщения. Очень благодарна за все ваши советы, помощь. Мы все перепробовали. Все было очень ценно и вовремя. Вот, как видите, я уже разговариваю практически. Не кашляю без температуры. Буду выключаться, Нико уже жестко нервничает, что я тут снимаю. Вот, поэтому до встречи дома. С Никусики будут брать кровь с пальчика. Анализ крови возьмут. Переживать, что они у нее не имеют. Вот, что я тут стою за заборчиком. Никуся возмущается, говорит, столько крови взял с меня. Мы сидим в комнате ожиданий в такой. Вышли уже из бокса. Вот, и вот там в лаборатории еще взяли кровь. И вот нам сейчас скажут результат, в общем, на тесты на COVID, на флю. И ее тесты на анемию. Взяли общий анализ крови. По-бырому. Вот. Дали на мою бумажку. Ну, тут, в принципе, просто записано ее все 700. Рост, вес, ничего больше. Так что ждем результата. Я смотрю, мальчик еще один пришел с мамой с такими же полосимптомами, как у нас. Все то же самое. Высокая температура теста на кой-то отрицательная. Короче, мы ждем вердикт, что же у нас. Бежит кровь. Ни фига он тебя там проткнул. И попроси на откулу его. Сейчас. Да, и Николь скорее кровь настечет, чем пойдет в откулу просить. Это факт. Господи, скромня. Я отсосу. Отсосу. Ой, сумасшедший ребенок. Мы ждем. Нику вернули на ее насест. Нас вернули, короче, в нашу комнату. Сказали, сидите здесь, ждите. Куда вы делись? Куда вы делись, говорит. Она нас потеряла. Мы там сидим в комнате. Она говорит, куда вы делись? Там, короче, нам здесь надо ждать. А не все. Кто вам сказал? Короче, загнали нас обратно в нашу комнату. Вот, сидим ждем. Там было бы повеселее всех видно, да? Да. Подслушать можно. Ника, зато если салфетку нашла, за ваткой идти не надо. Ой, короче, смех и грех. Вот. Завтра Макар наконец-то идет первый день в школу. У нас завтра просто очень-очень такой день сумасшедший будет с Евой. Мы пойдем к медсестре утром в 7.30, пойдем в школу первый раз, к учителю тоже все это объяснять, рассказывать про его особенности. Плюс у нас завтра после школы эндокринолог. Это в Майами в госпитале. То есть забираем парня первый день после школы и сразу дуем в Майами. Ну, такой плановый визит. Ничего особенного. Просто сдадим анализы, просканируют нашу помпу, посмотрят, как мы себя ведем. Чему я очень рада. Я так долго ждала. Мы два раза откладывали этот визит, потому что то он болел, то еще какие-то были у нас. А, лагерь был. Из-за лагеря мы тоже откладывали. В общем, завтра мы, наконец, едем к эндокринологу. Утром мне нужно будет собрать завтра ему ланчбокс. Я очень давно уже этого не делала, потому что дети все хомскулеры практически. Мало того, что собрать ланчбокс, мне надо будет посчитать все углеводы, для медсестры все расписать, сколько уколоть, сколько, в общем, что и когда. Это для меня новый опыт. До этого времени все только от меня зависело. Сейчас, конечно, придется постараться найти общий язык с медсестрой и с учителем, чтобы координировать наши действия. Такая смешная ученица позвонила и Евушку спрашивает. Говорит, у него, значит, будет какой-то... Я так рада, говорит, что у вас все так автоматизировано. Значит, у него будет какой-то приборчик, он будет пик. А я, говорит, раз его и к медсестре. Мы с Евой так смеялись, потому что я говорю, Ева, она не понимает, что у нее будет не пик, а скорее всего пик-пик, 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 пик-пик. Ева говорит, да, мама, она этого просто еще не знает. Но мы, конечно, на первую неделю уберем немножечко завышу я возможный сахар. То есть, ну, дома он у нас прям стоит, как у здорового ребенка. Три с половиной нижняя граница и семь с половиной верхняя у меня стоит граница. В школе я, конечно, их раздвинул, дабы первую неделю не повергнуть учительницу совсем в шок. И чтобы она там с ума не сошла, мы, конечно, немножечко, я, наверное, до десяти подниму границу. И, ну, ниже там уже некуда опускать. Три с половиной, наверное, так и оставлю. Вот, купили сегодня в аптеке, поехали. Глюкозу, глюкометр, полоски, ланцеты новые. Перекус такой, чтобы поднять сахар. Кроме глюкозы еще. Такой, чтобы подольше держала. Ну, в общем, все, что там нужно было медсестре, все закупились и завтра повезем. Вообще, настолько это волнительно. Я знаю, что ему школа очень нужна. Это не Мишель. Мишелька, она может себя так завлечь, что ей еще некогда будет одной самой сидеть. И она еще будет возмущать, что ты ее отвлекаешь. Макару нужна свита. Он у нас любит, когда у него вокруг общество. Он очень любит придумывать какие-то там челленджи и игры. И всех в это вовлекать. Все должны там играть по его правилам. И хочу сказать, что он это с легкостью делает. Объединяет вокруг себя даже взрослых пацанов. Я не знаю, как. Но у него это получается. Поэтому оставить его без этой свиты я не могу. Ему нужно обязательно общение. Обязательно на кого-то, чтобы равняться. Именно на старших. Почему-то он у нас любит равняться. Он выбирает себе прям лет на 5-6 старших друзей. Вот. В школе, конечно, в этой не знаю, как у него получится. Там все ровесники в классе. Но, видимо, выберет себе сильных, наверное, в друзья. Я не знаю. Это у нас такой товарищ. Мне само интересно, как будет происходить у него социализация. Потому что язык у него еще так себе. Вот. Но очень я так волнуюсь перед завтрашним днем. Думаю, конечно, все пройдет гладко. Ему там очень понравится. Поэтому я решила записать вам это видео. Чтобы вы знали, куда завтра утром мы отправимся. Что нам завтра в течение дня предстоит. И ждали уже наш видосик. С моими разъяснениями. Я надеюсь, что я поеду завтра с утра. Не буду так, как сумасшедшая нестись. Мы вроде все заранее подготовили. И завтра повезем его принадлежности. Все сегодня. Евушка подписывала, пока я там готовила. Она везде подписала его имя. Я надеюсь, что мы завтра успеем позавтракать. Успеем все собрать спокойно. И поедем. Короче, не голубом по Европам, а спокойно, размеренно. И я успею вам все снять и показать, и рассказать, и объяснить. Самое главное мне, бог с ним, это школа. Мне заснять его впечатление, как он утром встанет, какой он будет. Довольный, недовольный, взволнованный, не взволнованный. Очень мне это интересно. Пока он все думает, что мы его везем знакомиться с учителем. Мы ему с Евой про школу. Он говорит, да я только познакомлюсь и домой. Мы с Евой так переглянулись. Ну да. Сколько ты будешь до 11 класса знакомиться и домой? Уже сколько по времени прошло. Дети уже неделю практически отучились. Так что на скулбас мы пока не оформились, потому что я возошла на портал. То ли мест нет, то ли не понимаю. Хотя нам по расстоянию скулбас положен. Поэтому завтра мы едем на машине, и там уже все решим до конца. Поясним, как и что. Так что хочу с вами попрощаться до завтра. Ждите наш влог со школы. И вообще наш влог за завтрашний день. Надеюсь, что болезнь наша нас уже миновала. Мы все сейчас пойдем на поправку. В частности, Николь. За нее вообще очень сильно переживаю. Вот. Так что пожелайте нам всем удачи. Мы идем в школу.